Добрый день, дорогие друзья! Радио «Народная волна» начинает свою работу. И в эфире авторская программа Яна Йоффе «Странички истории». Здравствуйте, Ян! Добрый день, Александр! Добрый день, радиослушатели! В сотни лет великие умы человечества говорили нам, что самая большая радость – это радость общения человека с друзьями, родными, любимыми. Сегодня нам говорят другое – карантин. Сиди дома и не общайся. Мы всегда знали, что самая большая беда человечества – это война. И это правда. Миллионы человеческих жизней – море страданий. Сегодня та же война. Война невидимая, без бомб и снарядов. Ну и количество жертв уже стали измеряться десятками тысяч. В последний день марта, то есть сегодня, на сегодняшний день, количество жертв всемирной пандемии коронавируса уже перевалило 40 тысяч человек. Заболело 800 тысяч. То есть цифра приближается в ближайшие пару дней к миллиону. В Соединенных Штатах умерло 3 тысячи, заболело 180 тысяч. В Италии количество заболевших превысило сотни тысяч человек. Но если мы лишены радости общаться напрямую, давайте продолжим наше общение по радио. Десять лет назад, это был апрель 2010 года, доктор Маргарет Чан. Тогда она была генеральным директором Всемирной организации здравоохранения. Она выпустила такое заявление. Все страны должны немедленно, прямо сейчас, активировать все меры и планы подготовки к пандемии. Страны должны оставаться в наивысшей степени готовиться к вспышке болезни типа инфлуенза с тяжелыми формами пневмонии. О чем она говорила тогда, 10 лет назад? О пандемии гриппа, название H1N1, или тогда он назывался свиной грипп, начавшийся в Мексике и распространившийся на многие страны, в основном в Азии. Тогда этой формой гриппа заболело 1,6 миллиона человек. Это количество людей подтверждается тестами. Вдвое больше, пока нынешняя эпидемия. Тогда от той эпидемии умерло 19 633 человека. Ныне смертность намного выше. В Америке тогда умерло 3,5 тысячи, в Бразилии и Индии по 2 тысячи, в Англии и европейских странах смертность была незначительной, по 200-300 человек в каждой стране. Но тогда, вот 10 лет назад, никто не вводил карантина, всем хватало масок и туалетной бумаги. Прошло 10 лет, и все забыто. И предупреждение о готовности стран к пандемии, и о том, что вирусные эпидемии посещают человечество часто, и последствия весьма печальны. Весь предыдущий опыт говорит об одном. Пандемии нужно бояться. Население планеты растет, приближается к 8 миллиардам. За последние 2 тысячи лет оно выросло в 40 раз. Люди все более концентрируются в поселках, городах, и риск эпидемии пандемии возрастает. Пандемия не только заражает большое количество людей, но быстро распространяется по всем странам и континентам. В средние века и времена новых географических открытий несколько пандемий с огромными человеческими жертвами охватили те регионы, где местное население никогда не имело таких болезней, и как следствие у них не было иммунитета. Одной из таких страшных в истории пандемии, я уже когда-то о ней вам рассказывал, она возникла в 14 веке. Черная смерть, чума. Она началась в Центральной Азии, источником были черные крысы. Затем, в 1346 году, вслед за монголо-татарскими захватчиками, чума проникла в Крым. Оттуда торговыми кораблями этих зараженных крыс завезли в европейские порты. Но затем она мгновенно распространилась среди людей. Началось все это с Константинополя, а затем быстро распространилась по всему Средиземноморью и Северной Европе со страшными последствиями. Когда эпидемия, это начало стихать в середине 14 века, от нее погибло от 1 трети до 2 трети населения Европы в зависимости от регионов и городов. Вот для сравнения, если бы такая смертность в Соединенные Штаты, то она бы сегодня составила от 100 до 200 миллионов человек. Вторая пандемия случилась на американском континенте после прибытия сюда европейцев в 15-м столетии. Местное население не имело иммунитета к заразным заболеваниям Европы, оспы, типов, холеры, и в течение следующих двух столетий погибло около 90% местного населения. Недавная пандемия AIDS, Acquired Immune Deficiency Syndrome, впервые появилась в Соединенных Штатах и Европе 40 лет назад. Ее происхождение – Западная Африка. Вирус, который был вначале у животных, перебрался к человеку и быстро распространился среди населения, особенно в Саб-Сахаре и Юго-Восточной Азии. Этот вирус, HIV, Human Immune Deficiency Virus, за 30 лет убил 25 миллионов человек. Его первоначально было трудно обнаружить, ибо передаётся он через кровь, или во время сексуальных отношений, или внутривенного использования, вот когда наркоман употребляет одну и ту же иголку. Но от него сегодня есть защита и лекарства, использование предохранительных средств во время секса и одноразовые шприцы. Этот вирус пошёл резко-резко на убыль, хотя случаев ещё достаточно много. Наш мир сегодня – мир глобализма. Как никогда в истории человечества развит туризм, континенты и города связались, связаны воздушными сообщениями, ходят поезда, миллиарды людей имеют машины, поэтому и не осталось в мире даже самых отдалённых мест, которые не были бы уязвимы от ящика Пандоры, инфекционных заболеваний человека. Вы помните эту старую легенду? Любопытная женщина Пандора, хотя боги ей категорически запретили открывать ящик, она открыла его, там находились все человеческие болезни, которые и выскочили наружу. Опасность сегодняшнего дня состоит не столько в распространении каких-то неизвестных инфекционных заболеваний, сколько от вирусов, которые генетически нестабильны и могут мутировать, то есть изменяться или объединяться с другими, создавая новую смертельную разновидность. Или, как говорят вирусологи, новый штамм, новый стрейнс. Наиболее опасным из этих нестабильных вирусов хорошо известен и широко распространенный вирус гриппа, инфлуенция, или просто, как мы в Америке говорим, флу. Ежегодно, осенью и зимой, он возвращается обратно, как старый знакомый, которого мы не видели и не пожимали руку с прошлого праздника Дня Благодарения или Рождества. Сезонный грипп – серьезное заболевание. Ежеводно им болеет от 5 до 15 процентов населения планеты. И от 400 до 1 миллиона людей умирают ежегодно. В основном, да, приблизительно даже вот так, от 400 тысяч до полмиллиона человек погибает от простого гриппа. В основном, конечно, от осложнений. И наиболее подверженной группе риска является возрастная группа старше 60 лет. Молодые, здоровые люди также болеют, но у них меньше шансов смертельного исхода, чем у пожилых. Тем не менее, существуют более опасные виды гриппа, которые вначале развиваются у животных, а затем могут передаваться человеку при близком контакте. Кстати, вот эта легенда, что молодые не болеют, она опровергается. Как раз основная масса заболевших в Италии – это люди до 50 лет. Хотя смертность, наиболее высокая, конечно, среди более пожилых людей. Исторически вот такие виды вирусных заболеваний случались, но не так часто, как ежегодный сезон гриппа. Если вы откроете страничку Всемирной организации здравоохранения, там дается такой совет насчет передачи заболеваний от животных к людям. Опасные заболевания и количество смертей, вызванных пандемией, вируса колеблется в широких пределах и не может быть обнаружено до появления вируса. В течение последних пандемий атаки вируса достигают 25-30% населения планеты. Учитывать даже наиболее благоприятные обстоятельства, предполагается, что новый вирус может стать причиной смерти от 2 до 8 миллионов человек. Эти цифры соответствуют умеренной форме вируса. В случае более экстремального они могут быть намного выше. Чтобы контролировать распространение гриппа, Всемирная организация здравоохранения разработала шестибальную шкалу. При шкале 5-6 вспышка гриппа объявляется пандемией. Так было в 2000 году при появлении вируса H5N1. Это птичий грипп. Вначале он обнаружился у птиц, особенно в куриных, где выращивают кур. А в 2010 году отдельные такие случаи гриппа были обнаружены в 15 странах, в основном в Азии. К счастью, вот тогда эта эпидемия была незначительной и быстро утихла. Ей тогда присвоили уровень 3. А вот в 2010 году новая вспышка гриппа, вызванная вирусом H1N1, ей присвоили тогда уровень 6. Началась она, она началась в Мексико-сити. Ее назвали свиным гриппом. И этот, вот этот вирус состоял из трех компонентов. Обычного, птичьего и свиного гриппа. Тогда мексиканские власти действовали быстро и решительно. Но на карантин были закрыты школы, общественные здания, были отменены многие авиарейсы. Несмотря на принятые меры информации, принятые меры инфекция распространялась по всему миру. Но закончилось так же быстро, как и началось. в августе было уже объявлено об окончании эпидемии. Всемирная организация здравоохранения объявила, что свиной грипп закончился. Но тогда вот этим гриппом, хотя смертность была не такая, как сейчас, но тогда заболело им 1,6 миллиона людей. Довольно большая цифра. Интересно отметить, что хотя та эпидемия была всего лишь 10 лет назад, но такой паники, как сейчас, не было. Все работали, границы были открыты, самолеты летали, пароходы плавали, маски лежали свободно, как и санитарные средства дезинфекции. Нынешняя пандемия происходит в совершенно другой атмосфере. Ей тоже присвоен уровень 6. Приняты беспрецедентные меры. Практически остановлены, остановлено все. Коронавирус, вот этот, 19, тяжелые заболевания, и распространилось уже на все континенты. Как я уже сказал, на сегодняшний день заболело более 800 тысяч человек. Особенно тревожные цифры происходят в Европе, вот эти страны, Италия, Испания, да и во Франции счет большой, да и в Германии. Так что счет умерших уже идет на сотни ежедневно. Конца пока не видно. Остается надеяться, что не повторится это вот та пандемия Испанки сто летней давности. Вот тогда, та страшная пандемия, от нее умерло от 35 до 50 миллионов людей. Это больше в два раза, чем погибло солдат во время Первой мировой войны. Мы уже говорили об эпидемии чумы в Древнем Риме и Средней Европе, но список этих бесконечных эпидемий такой большой, что и перечислять не хочется. Для общего представления нужно понимать, что количество жертв погибших во время эпидемии намного превышает количество погибших во время войн. А войны, как вы знаете, это любимое занятие человечества. Сколько лет существует это человечество, столько лет оно и занимается своим любимым делом. Только раньше орудиями убийств были дубинки, копья, мечи, стрелы. А потом с каждым столетиями с развитием технологий они становились более совершенными и количество погибших уже росло в геометрической прогрессии. Самым кровавым был 20-й век. Часть эпидемии человечеству удалось обознать. Были разработаны прививки, вакцины, лекарства, но только часть. Далеко не все. И далеко не до конца удалось вылечить все основные инфекционные заболевания. Впереди, конечно, неизвестность. И хотя оружие бактериологическое оружие запрещено, но есть виды бактерий, вот представьте себе, что они существуют, они, вот если такой вид бактерий находится только в одной пробирке, в одной, этой пробирке достаточно, чтобы уничтожить все человечество. Вот такая смертоносная сила вот этих бактерий, ну, слава, будем надеяться, что они никогда не попадут в руки террористов. Казалось бы, ну вот общая беда, общее горе, ну вот вы включите русское телевидение, сколько же там злорадства. Кстати, у них цифры тоже потихонечку набегают. Мы сначала, еще неделю назад, там они говорили, что несколько десятков человек, сегодня эта цифра, они говорят, что сейчас в России заболело где-то более 2300 человек, основное количество в Москве. Ну вот, как интересно, беда общая, а вот, по-моему, никто в мире так не злорадствует, как русские. Они все время говорят, разваливается Европейский Союз, разваливается НАТО, Соединенные Штаты уже никогда не встанут на ноги, их экономика будет уничтожена. А где же западная солидарность? Вот мы послали в Италию там несколько машин с помощью. Но, но главная тема, вот главная тема русской пропаганды настолько подлой, что вот это коронавирус не сам по себе есть виновник и нетрудно догадаться, кто. Конечно, профессиональные русские политологи, все эти лже-специалисты, которые сутки сутками вещают, они знают, виновник не летучие мыши из китайской провинции Хуань, виновник секретной лаборатории американской армии. Они разрабатывали, они распространили этот коронавирус. Их даже не смущает тот факт, что количество заболевших в Соединенных Штатах намного превысило количество заболевших в Китае. Они показывают, как страшно жить в этой стране Соединенных Штатах Америки, где люди дерутся в продовольственных магазинах, дерутся за кусок туалетной бумаги, как переполнены госпиталя, как люди лежат на полу. И вот так эта пропаганда последняя у них ужесточается ежедневно. И как-то даже странно это все слышать. Ведь когда после революции в начале 20-х годов прошлого века в России начался голод, американцы послали помощь народу России и спасли миллионы людей от голода. Во время Второй мировой войны без американской помощи Красная Армия не смогла бы устоять перед гитлеровскими захватчиками. А вспомните Чернобыль и опять вся Америка собирала сотни миллионов долларов. Ну благодарность я уж не знаю. Есть у меня грамота благодарности от представителя Советского Союза тогда в организации обменов САЗы. Но в целом большой благодарности как говорят оттуда не услышишь. Конечно здесь народ ни при чем это же русскому народу как раз присуще сочувствие. А вот все это конечно идет по команде сверху тем паче что и телевидение в России в основном государственное. Но давайте вернемся к истории инфекционных болезней. осенью 1831 года распространились слухи в городе Ньюкасл расположенные это северо-восточное побережье Англии. Они касались 15-дневного карантина который установило правительство на все корабли приходящие из России а затем из прибалтийских портов и Германии. Смертельная холера говорили люди по тем временам новая и мистическая болезнь занесенная в Европу из Индии болезнь сопровождалась ужасными симптомами кровавый понос человека синел судороги он умирал все происходило очень быстро судья с утра человек был еще здоров а к закату солнце уже мертв так говорили в пивных барах и тавернах но что надо сказать что те как говорят тогда вообще никто никогда не слыхал ни об этом заболевании и как оно происходит а ведь впервые симптомы холеры были описаны еще 2000 лет назад и хотя они были неизвестны в Европе по некоторым данным болезни впервые появилась в Тибете и Индии где-то в четвертом столетии до нашей эры в одном из храмов в провинции Гуджард в западной Индии нашли такое описание этой болезни синие губы боли в желудке впалые глаза понос все признаки тяжелого заболевания возникающие внезапно и поражающие как священников так и простых людей холера долгие годы оставались азиатской азиатской болезнью до 1817 года когда она вырвалась за пределы Индии в течение 10 лет она распространилась в Китае Японии и на Аравийском полуострове а затем перебросилась в Персию и Сирию и на север Каспийского моря прямо на порог Европы где остановилась в течение чрезвычайно холодной зимы 1823 1824 года через 5 лет она возобновилась и двинулась вслед за торговыми караванами крупным европейским городам врачи того времени пытались ответить на вопрос как раз устраняется эпидемия является ли холера заразной почему заболевают люди не имевшие контакт с зараженными а те кто имел такой контакт остаются здоровыми осенью 1839 года эпидемия холера вспыхнула в Москве а следующей весной в Санкт-Петербурге затем Финляндия Польша Венгрия Австрия к лету эпидемия достигла Берлина Гамбурга и Голландии в Британии на открытии парламентской сессии король Вильям IV заявил 21 июня 1831 года я должен объявить продолжающий прогресс в распространении тяжелого заболевания начавшего в Восточной Европе должны быть приняты все меры предостережения против этой болезни в нашей стране кроме описания симптомов болезни и ее летального исхода мало что было известно о природе холера как писал один английский доктор мы абсолютно не знаем ничего о холере отсюда и наша беспомощность в ее лечении что-то да только не придумали какие-то придавали больным и касторку и соединение ртути и соединение мышьяка и фосфора и опиума ну в общем таких как всегда в таких случаях появляется куча шарлатанов и так далее со временем значит холерный марш продолжался и к марте 1830 года уже обошел всю Англию перебросился на Ирландию а оттуда через Атлантический океан в Канаду и Соединенные Штаты не обошла холера и Францию и Бельгию известный немецкий поэт Генри Гейна в то время он находился в Париже он писал об одном он писал в одном из своих писем 29 марта холера прибыла в Париж и когда власти объявили об этом люди насмехались и над страхами и над самой болезнью в эту ночь парижские баллы были особенно многочисленны чем обычно истеричный смех заглушался звуками громкой музыки внезапно один из костюмерных орликинов присутствующий на балу снял свою маску открылось его лицо синий фиолетовыми губами стало ясно что это не было шуткой смех утик и санитарная карета забрала его в центральный госпиталь Парижа где он так и не успев снять свой маскарадный костюм умер по прибытию а на другом берегу Атлантики американцы были предупреждены о приближении опасности были сформированы специальные консультативные комитеты состоящие из врачей для обмена мнений и выработки рекомендаций первые случаи холеры были значит и в Квебеке и в Монтриале а до 26 июня из Ирландии прибыл в Нью-Йорк эмигрант он проявил все классические признаки этой болезни за ним заболела его жена и двое детей вся семья умерла в течение четырех дней теперь уже никого не было сомнений о характере идентификации болезни ее последствия в Нью-Йорке был введен строжайший карантин значит были закрыты магазины и как следствие участили в случае их ограбления смерть брала свое многие трупы лежали прямо на улице города их не успевали хоронить многие состоятельные жители Нью-Йорка покинули город бежали в ближайшие деревни и фермы вот тогда почти 200 лет назад от холеры значит в Нью-Йорке тогда умерло более 5000 человек в течение двух лет холера стала проклятием и страхом парализовавши всю страну вскоре после массовой эпидемии в Европе и городах Соединенных Штатов стала очевидная связь между плохими условиями жизни рабочих трущобами скученности и плохой водой со временем значит эта холера вернулась в Англию и один из английских докторов анализируя воду выделил в воде наличие вот этих микробов вызывающих холеру вот так что когда это случилось тогда хоть стала ясна причина заболевания что она передается только только в употреблении этой плохой воды вовнутрь ну конечно кто-то знает положение рабочего класса в девятнадцатой войне и все эти промышленные города индустриально все это скученность все это условия все эти коммунальные квартиры конечно все это не проходило само по себе вот этот первый английский врач который нашел эти микробы холеры его фамилия Джан Сноу вот так что и он тогда и считал что надо как-то применять какие-то ну например хлороформы какие-то аналогичные вещества в качестве эффективных антисептиков со временем его выводы подтвердились как же он обнаружил это дело он обратил внимание что на углу это еще в Лондоне на углу улицы Брод и Кембридж стояла колонка для воды которой пользовались сотни людей прилегающих прилегающих района и вот они почти все эти люди заболели холерой ну ему что-то не то что значит надо анализировать воду он это и сделал давайте вот что сделаем давайте с вами значит сделаем небольшой прижив отдохнем немного а так как у нас сейчас нет возможности технической принимать ваши звонки то я вас прошу так если у вас есть вопросы какие-то вы можете в любое время в течение недели звонить на русского радио передать ваши вопросы редакторам на своей передаче а на следующей неделе я получу эти вопросы и с удовольствием на них отвечу а сейчас прижив дорогие друзья мы возвращаемся в программу Яна Ёф и странички истории итак Ян прошу вас волны холеры нахлестывали Европу почти что весь 19 век периодически каждые 10-15 лет в 1883 году работая в Египте и в Индии немецкий бактериолог Роберт Кох открыл микроорганизм вызывающий холеру он же как вы знаете открыл вот эти палочки Коха которые вызывают туберкулез холера писал Кох не приходит сама по себе спонтанно из ничего это болезнь которая атакует тех кто проглотил азекома бацилус эту бацилу нельзя вдохнуть ее можно только проглотить Кох объяснил также и классические признаки болезни синеватость губ сухая кожа судороги гипонос это следствие резкого обезвоживания организма холера полностью не исчезла и сегодня но большинство ее жертв в Южной Азии и Африке в условиях антисанитарии трущоб и плохой воды ныне холера не такой убийца как раньше существуют вакцины антибиотики единственным способом покончить с ней конечно навсегда это улучшение качества питьевой воды искоренение нищеты и антисанитарии одной из жертв холеры стал великий русский композитор Петр Ильич Чайковский сознательно или случайно он выпил стакан сырой воды в ресторане Петербурге во время эпидемии холеры 1893 года и умер через несколько дней последние годы его жизни сочетания всемирной славы и трагизма он был избран членом французской академии в Англии ему присвали почетную степень профессора Кембриджского университета слава всемирная слава концерт за концертом гастроли по Америке переполненные залы он работал над последней шестой симфонией назвав ее трагической симфонией слез его брат предложил назвать ее патетической это было последнее завещание гения и трагических последних лет разрыв с надеждой Мэг гомосексуализм депрессия вот тогда он и выпил стакан воды и умер на четвертый день в сильнейшей агонии и мучениях странный конец гений которому судьба дала подарок богов и забрала у него силу и волю человека через две недели патетическая симфония через две недели после его смерти патетическая симфония была исполнена в Петербурге это был пожалуй единственный случай за всю историю музыки когда все слушатели находившие в концертном зале наклонили головы и плакали чайковский наш рассказ конечно был бы неполный если бы не сказать несколько слов о другой эпидемии эпидемии которая вызвана маленьким таким животным комарик такой небольшой по латыни он называется эдес эджипти он вызывает болезнь которая называется желтая лихорадка она когда в свое время опустила опустошила Америку более 200 лет назад вот благодаря этому комару наша страна ну я вам скажу купила за бесценок территорию которая вот включает Нью-Орлеан и плотя до Миссисипи эта территория площадью где-то порядка 800 тысяч квадратных миль по территории она равна где-то две с половиной Франции как же это получилось что это за странная история как это комар и причем здесь покупка луизианы связанная с эпидемией желтой лихорадки в сентябре это очень интересная история в сентябре 1793 года спустя 17 лет когда бывшие английские колонии значит получили независимость 600 английских солдат высадились на острове Сент-Доминкус это в те времена этот остров назывался Хиспаньола на острове находилось полмиллиона рабов французская революция с ее лозунгами свободы равенства братства нашла среди этих рабов благоприятный отклик в августе 1791 года они начали революцию время французского великого террора бледнеет по сравнению с революцией рабов на далеком Карибском острове началась беспощадная массовая резня белого населения лидером восстания рабов был Туссон Туссон на рабство и когда вот эти 600 английских солдат высадились на остров восставшие рабы присоединились к французской армии расквартированной на острове почему англичане решили вмешаться толком не ясно до сегодняшнего дня очевидно они опасались волнения рабов на других Карибских островах да в то время и Франция находилась в состоянии войны с Англией затем к первым 600 английским солдатам скоро прибыло подкрепление еще 5000 английских солдат в июне 1794 года англичане захватили столицу острова порт Де Принц и восставшие рабы отступили в горы казалось бы победа англичан обеспечена но в дело вмешался вот этот комар тот год был дождливый и очень жаркий идеальные условия для размножения комаров английские солдаты только прибыли из Европы не имея иммунитета началась эпидемия желтой лихорадки первые признаки болезни усталость головная боль тошнота и высокая температура кожа заболевшего человека и глаза становились желтыми к этой желтой лихорадке добавилась и малярия никаких лекарств в то время не было с июня по декабрь 1794 года половина английских солдат умерла от эпидемии в начале следующего года эпидемия немножко стихла но скоро стала свирепствовать с новой силой так например 96-й английский полк прибывший из Ирландии потерял к июню 80% своего состава и летом 1796 года уже каждый месяц умирало по тысяче солдат в октябре англичане заключили мир с лидером восставших рабов и убрались с острова всего из 20 тысяч находившихся на острове солдат за 5 лет умерло почти 90% англичане то убрались но Наполеон решил сокрушить восстание рабов и расширить влияние Франции от Карибских островов до Канады включая огромную территорию Луизиана это вот нынешний город Нью-Орлеан французская армия 25 тысяч солдат и возглавил двоюродный брат Наполеона генерал Чарльз Лекер который высадился на острове в 1802 году французы захватили лидера восставших рабов отправили его во Францию где он скоро умер в тюрьме от холода и голода но главным врагом французов оказались не восставшие рабы а комары вот точно так как они уничтожили английскую армию то же самое они сделали из французской вскоре прибыло к ним подкрепление французская армия уже насчитывала 35 тысяч человек но желтая лихорадка уменьшила ее вдвое 1 января черный генерал Джин Десалинус заменивший Тусаинга объявил независимость вот этой части острова как вы знаете сегодня это состоит из двух частей вот ту часть которую рабы тогда объявили независимым государством они назвали новое государство Гаити потому что так называли этот остров местные индейцы ну а вторая часть которую вы сейчас знаете куда многие из вас наверное ездили отдыхать это Доминиканская республика потеряв почти всю армию от желтой лихорадки Наполеон предложил Америке купить в 1803 году Луизиану за 20 миллионов долларов ему нужны были деньги а защищать огромное он то рассчитывал как что он сначала покорит эти Карибские острова и всю эту 35-тысячную армию во главе со своим двоюродным братом перебросит в Луизиану и тогда у него будет совершенно другой разговор и с испанцами и с Америкой но армия у него оказалась вся пораженная комаром этим желтой лихорадкой защищать эту огромную территорию не было и после переговоров Наполеон скинул цену и президент Джефферсон купил огромную территорию 828 тысяч квадратных мир за 15 миллионов долларов по размеру я уже вам говорил что территория была два с половиной раза больше чем Франция а Америка сразу же увеличила американские эти штаты первоначальные 13 этих штатов увеличили свою территорию вдвое вот так Америка и купила значит за 7 миллионов долларов Аляску за 15 до миллионов долларов Луизиану потом мы воевали с Мексикой отхватили у нее целый ряд штатов Тексас Калифорнию Нью-Мексико тоже после войны мы немножко выплатили Мексике компенсации 20 миллионов долларов так что если вы в целом сложите 20 миллионов долларов 15 7 миллионов ну получите 42-45 миллионов долларов а территория Америки увеличилась в десятки раз ну вот так в истории бывает что не было бы счастья да вот несчастье помогло ну что можно сейчас говорить я думаю это тема этих инфекционных заболеваний да вообще тема всех этих бесконечных то что обрушивается на человека это просто иногда считаешь вот трудно даже поверить например наводнение Китая там конца 19 начало 20 века они уносили по миллиону жителей каждый раз когда когда разливались главные реки Китая вот такие такие были несчастья плюс потом еще не урожай и так далее то есть человечество все время преследует инфекционные заболевания и извержения вулканов и наводнения и землетрясения вот маленький человечек вроде зацепился за эту землю вот коронавирус как цепляется за легкие и держится несмотря на что старается выжить все же во время Иисуса Христа я уже вам сказал было 200 миллионов населения всего земного шара 200 миллионов сейчас в Индонезии живет 250 а сейчас уже 8 миллиардов 40 40 раз увеличилось население ну вот как-то так и все получается может быть не теория Мальтоса другие теории борется человек и должен победить выживет человек по-моему он за несколько тысяч лет своего развития приспособился но эпидемия это я еще раз повторяю очень тяжелая будьте очень осторожны соблюдайте все что вам говорят все эти рекомендации это очень важно здесь действительно так как лекарств остается только одно домашний карантин и как можно меньше избегать людей но если уж другой возможности нет а так сидите дома всего вам доброго приближается Пейсах в следующей передаче я хочу вам рассказать я вам обещал о другом великом герое еврейского народа Моисея и как он вывел евреев из Египта и почему мы празднуем этот праздник всего вам доброго по-русски а